Несмотря на некоторое снижение заражений от коронавирусной инфекции, заболевание этой заразой никуда не ушло. Население по-прежнему продолжает болеть и ковидный госпиталь Асбеста не пустует, включая и реанимационное отделение. Ковидный госпиталь не пустует, а значит необходимо вновь, даже при снижении заболеваемости, вновь вернуться к вопросу о профилактике ковидной инфекции. И в первую очередь, еще раз хочу сказать, в первую очередь это вакцина-профилактика. Другой защиты не существует. Вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Вакцинацию применяют против множества инфекций, а с недавних пор и против коронавируса – ковид-19. Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. На сегодняшний день мы располагаем двумя вакцинами от ковид-19. Это гамм-ковид-вак или спутник ВИ и эпивак-корона. Вакцины находятся и в третьей, и в четвертой поликлинике в достаточном количестве, поэтому можно подойти в привычный кабинет и привиться. Можно записаться либо по регистратуре 96, либо просто подойти в привычный кабинет и вас привьют. Хочется напомнить жителям города, что вакцинация необходима через 6 месяцев, либо после того, как человек переболел, либо после вакцинации. Через 6 месяцев. Повторная вакцинация. Медики связывают именно последнюю волну, легкость протекания последней волны, все-таки амбулаторных пациентов было больше, чем стационарных, именно с тем, что народ вакцинировался. Да, так же, как и с гриппом, вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет. Но так же, как и с гриппом, это в первую очередь профилактика осложнений, либо легкое течение заболевания, что и было. Во время записи интервью главный врач горбольницы Игорь Брагин обратился к жителям города. Уважаемые жители города, необходимо помнить о состоянии своего здоровья, обязательно заниматься им и знать, ковид никуда не ушел. Скорее всего, мы с ними дальше будем, продолжим жить, поэтому раз в 6 месяцев, пока не будут какие-то другие нормативные документы, необходимо прийти и повторно, либо первично поставить вакцину от COVID-19. Это лучшее средство избежать реанимационных мероприятий в нашем ковидном госпитале. Грамотная вакцинация с соблюдением нужного интервала между дозами способна натренировать иммунную систему, реагировать на вирус должным образом. Поэтому, даже если заражение все же произойдет, болезнь пройдет в значительно более легкой форме, а вероятнее всего, бессимптомно. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.